Обычную атрохангой знать простую. О, ты покажешь? Что-то эти блогеры развелись тут катушками, спиннингами. Вот это да. Это сразу вешаешь. А так и на баррель. Вот это народная рыбалка пошла у нас. О, хороший, хороший. Вот это Мозор. Так, у нас поклевка в коряжнике. Это у нас сазан. Сазан? Упустите. Помоем. Нифига себе. Таких сазанов я еще не ловил. Надо его плюнуть ему в рот. А зачем? Давай плюнь. Да? Да. Так, друзья, всем привет. Ну а что, у нас очередной день в Астрахане. Мы с Алистером решили немножко прокатиться, порыбачить. И он предложил съездить на его болтоходе. Сейчас он немножко расскажет. Мы что-то заправляемся, вещи загружаем и двинем рыбалку. То есть ты это заправляешь ты сейчас, да? Да. С бака в тот бак? Конечно. А это ручная насос какой-то? Это помпа, тогда насос. Пора скачнула и все я самотеком. А, я самотекула, что вот это было выше. Все понятно. Лодка у нас стеклопластиковая. Производство тоже у нас в Астрахане. Называется Астраханка 700-ая R. R типа рыбацкая. Вот такая водка есть туристическая, там обозначение T. Водка 7-метровая. Отличие в емкостях, наверное, да? Рыбацкая и емкость. Распоможение. То есть если туристическая будет консоль, все дела. То есть больше под любительской рыбалкой и под мотор большой. А здесь все по-простому, просто люка, чтобы загружать рыбу. Водка самого себя очень легкая, максимально. Очень вместительная и самое главное в Астраханской области, она проходимая. Почему здесь вести такой вот мотор? Это воватоход Brick Threaten серии Vanguard. Воздушного охлаждения получается и ему не страшны мелководье. Ага, это чисто по мелководью? Самое главное то, что он может, это ходить по мелководью. Для охоты и для всего такого, это просто незаменимая вещь. Здесь можно сделать тент-палатку, все что угодно. На фичеке ее максимально, максимально много тем. Также на воватоходе уставлен на этой лодке свет, фара. По желанию установить тент, консоль и все. Ну это вообще дорогая лодка, получается. Ну такой комплект стоит порядке, ну миллион чем-то. Сейчас по нынешнему курсу и со всеми подорожаниями. Ну ну понятно. А скорость какая будет сейчас? Сколько мы поедем? Ну средняя скорость я полный прям не даю где-то 46. Будем мы идти. А у одного я разгоняюсь на нем на планиках 55. Ага, все погнали. Погнали. А стартер электрический да тут? Стартер электрический. Конечно. Аккумулятор. Ага. Хитр. Тонко очистить. Получается здесь как сделано. Здесь нету нейтралки и ни с заднего хода. А здесь в заводке сразу винт. Ну нифига себе. А здесь стоит ремень. Ременная передача. Далее вал такой длинный метровый да наверное? Ну поворот. А что за винт? Винт специальный двухлопастной. Специальный для болотофода. Погнали. Ухры плещутся уже. А мы все запускаемся. Это жили кстати. Задний ухода нет. Ну ручной. Задний ход. Очень длинная лодка. Вообще. Жесть какая-то. Не. Уууууу. Просто ручка газа и все да? И кнопку поднять. Десантку поднять. И это вот регулируется. Можно и сидя и стоя да? Управлять получается. Ага. Я вот так сейчас сяду. И вот так вот. Ааа. А можно здесь садиться и управлять? Кому как удобно будет. Чем выше, тем лучше обзор, да? Обзор и... Мне так просто удобнее. Лебеди, лебеди, кругом. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, сколько лебедей! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Под деревом. Дерево, кстати, такое интересное. Прогорело внутри. И прям насквозь такая, как труба. Здесь поваленные деревья, рыба так уже плещется. И начинаем готовиться к рыбалке. Сейчас закинем. Сазан здесь должен быть под берегом. Природа вообще класс. Просыпается, травка такая ползет уже потихоньку зеленая. Птиц, море просто. Просто море. Кайф вообще. Лескер какой-то снасть хитрый готовит. Обычную Атраханскую снасть простую. О, ты покажешь? Что-то эти блогеры развелись тут. С всякими модными. Катушками, спиннингами. Леска, груз и крючок. О, вот это народная рыбалка пошла у нас. Да. Снасть какая, просто овсетный крючок. А, овсетный крючок? То есть, не крючок, а овсетный крючок. Не крючок, а овсетный крючок, да. Вот такой вот груз. Ну, такое грузилище, чтобы уверенно. Обалдеть. Это грусть, а ты сколько? Не пойму. Это здесь 07, наверное. Ага. И что потом на палец ты одеваешь, чтобы чувствовать поклонность? На палец и кидаем. Кидаем где-то недалеко, наверное. Под коляжем. Оп. О, прям сазаном. Там и глубоко. Так, все. Глубоко-то хорошо. Пятеречка. Ну, если немножко я возьму, потом будем пальчиком держать. А, понял. А это ты на постоянку привязываешь, все? Это на постоянку все стоит, я буду смотреть ее. А сейчас другую руку возьму спиннинг. А я, как всегда, буду действовать некими другими снастями. Вот. 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 У меня вот три спиннинга. Такие, ну, как эти, удилища карповые. Наутилус называется. Тест у них до 200 грамм. Такие мощные. Ну, а реально здесь плещет что-то. Вот. Уснащены у меня они катушками Feeder Sport. Вот. И плетенка 0,36-я. Здесь скользящий такой груз. 140 грамм. Поводок, крючок. Ничего вообще замудренного тоже нет. Ну, у Алискера чуть попроще снасть. Разбивается, будет развиваться. Да? Это жерех лечится. Недалеко вот так вот раз. Хопа. О, клюет как уже. Офигаси. Или это сорвало его? Что-то какая-то потяг, потяжка какая-то была. Это у нас, получается, тоже груз. Груз, тоже крючочки. И с кембриками, да? Да. О чем вобла любят кембрики эти? Да. Она более яркая. А, яркая. Понятно. Это оснастка под воблу. Под воблу, под белую рыбу. Садан тоже может, блин. Так, ну вот так вот я закинул. Короче, вот поставил здесь. Надеюсь, не утащит спиннинги. Вот. Хотя бы тренер можно включить. Вот. И ждем. Ждем. Так ты должен садан здесь везде ходить. Под берегом. Это у нас что? Густерка. Густерка. Кстати, густерка очень ценится для сушки, да? Да. Это поэтому мы берем. Мы ее берем в хороший размер. Отлично. Наш первый лов на сегодня. Да? Какая красота. Так, у нас поклевка в коряжнике. Это у нас сазан. Сазан? Ведет, 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 ведет. Так, так, так. А вот смотри здесь леска. Интересно. Здесь леска смотри. А вы хотели переезжать. Ну, Алискер хотел. У тебя фрикцион отработает? Ты чё? Что? Так, ну пора поднимать. Он прям держит конкретно. Да? Здесь течение. О, сом, да хороший. Да? Мелкий? Нефига. Да, да. Нифига. Мелкий. А, твою эту астраханскую. Астраханскую, да? Астраханскую, да. Вот хотели уезжать и вот такой сами одна клюнов. Ну, тут и тарашка может кило, плещется как рыба. Вот, ну, мы будем сейчас сазана искать. Да. Нам есть сазан. Интересно, сазан. Интересно, сазан. зачем а так я думаю рану заживить слюной удачу короче свои тут приметы вот покажет это покажет все это сразу вешаешь и алискер носит приматки в кармане удачу где так мать волья ветер то оттуда лучше вот здесь стать нет а его понял отчета не подсказал то мне я знаю что такое ворим но я знаю что такое ловим нос ух ну что ребята приехали мы в новое место новую локацию снимает да сейчас мы подготовим здесь это все дело и будем ловить а ты решил сразу этого жереха зацепить понял так ну что приехали мы на новую точку рискир пытается жерехом сразу выхватить вот а я прям сейчас опущу удочки вертикально под лодкой здесь сразу глубина такой камыш идет сразу же перспективное место и течение 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 поехали первая рыба лещ так влеча не берем до веща не берем так ну вот только встал сразу же под лодкой такой лещок попался но вещам и не берем потому что нас интересует в обла допустим из белой рыбы но больше конечно за за а для засолки конечно лучшего в обла налови чем от этого леща поэтому таких вот будем отпускать но по уважал вообще борьба ух одевая пучек пучок червей дандробена это сейчас по весне самый лучший насадка считается летом хорошо созданно живых ловится а вот сейчас на червя ну бы вообще вся рыба шкарась лещ в обла все универсальный короче вот я сам так вот вниз фигакс стопорю ставится помельче чем там было это у тебя закидушка стояла вот так подлещик наверно ходит что-то прям будет хорошем это ли да там ну такой прям приятный запеканы килограмм килограмм нет нет мне кажется нам 900 вот такой вот лещук червя класс засолку только в облада берем реально к традиции ты угораешь ребята короче плюйте в рот рыбе будет плевать и будет вам счастье нет сазана все опять лишь как у тебя на видео и лещ навлечь что-то лещи пока поклевывают но сазан тоже должен подойти я думаю смотри лещи-то какие сошел до наоборот а хороший вещь сазан где-то рядом по-любому ходит бродит так мы решили перекусить да так понял ждем клев мы сказали я бы мы любим очень любим чай так это традиционная тема ведь особенный чай с молоком по сегодня мы будем пробовать чай травами да ну да это мой чай а я буду пока что есть вот в облах меня алексей залезки руку гостил вкусная вобла точно смотрю что-то похоже на просто пир астраханский мастер-класс по разделу рыбы да давай получается нужно голову промо так вот берем все и выкидывать и выкидываем на прикорм давай давай так потом берем вот вот в этой части вот в этой части вот так держим это большим пальцем далеко на здесь мяско вот так берем поддеваем вот как так вот так вот так и вот так и все разделено да и этот все пошло берем эту гаи и пошла жара и убираем получать чешую убираем чешую да иди мясо потом вот здесь икру и мясо тоже да понял на кресло ведь у грамма вот так вот ну граммову плечи вот так и делали ну друзья здесь это уже почти килограмм наверное 950 грамм и подлещик но это уже можно сказать лишь губы такие уже у него мощные вот носа значит пока не подходит ну и чё ждем красноперка ничем совершенно не хуже в обувь и вкуснее брюхо она у нас не кряная почему потому что она осеннего посола многие выкидывают этой части но мы не выкидываем нужно просто правильно иметь и есть как бы не лениться играть эти косточки и вот так вот есть приятные какие-то другие нормально тема хорошо ты по не хватает так же у нас сало копченые сыр и рыбные котлеты с сазана это очень важно на сазановой рыбалки нужно есть котлеты с сазана и что-то в облах не астраханский размер ну да не у клик меньше вытянутая у вас нету кредит это клёв да он фигасе что это стайка подошла до вот такие это штрафные такие нельзя брать да по идее народ по ходу берет все равно это мощная да лишь хорошо что берем подачекам фига карась ты карась это карасик ребята сейчас кстати можно взвесить опять караси мутанты короче были просто здоровый красичи такой хвост ведь я вообще просто ух сейчас мы замерим мне кажется вот ровно до 980 что отпускаем о хороший так решили мы сменить место здесь что-то лечь 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 прям стеной как будто идет на 2 карась одного поймали сейчас немножко переместимся на другую точку попробуем там погнали а 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 Так, ну что, мы переехали. Блин, такие волны вообще все преодолевали. Хорошо, что лодка длинная, и она прям эти волны как-то, ну, прорезает, короче, насквозь. И не особо так. А как другие рыбаки, я посмотрел, вообще прыгают прям. В общем, заняли такое тоже место. Ветер, и мы вот нашли тут гнездо, старое дерево. Вот, видите. Вот, и здесь как бы немножко такой затишок. Вот, ветра нет, а там вот стоят вон рыбаки. Там ветрище, холод, с моря дует. Вот, сейчас Алиске вообще вдоль берега вот здесь бросил. Вот, ну, а я вот теперь медикулярно вот так буду кидать. И вот здесь вот вытекает, короче, небольшой ерик, да, это называется? Да, ерик. Ерик вытекает, видимо, ход рыбы должен быть. Вот, попробуем здесь, не знаю, что получится. Погнали. Так, что-то есть. А та где? Хорошая. Не понятно ничего. Сазан, что ли? Сазанчик. Я возьму его. Возьмешь? Опа. Да, мы приехали на леща. Вот это да. Вот это он золотой. Ах, как мы его долго искали. Ребята, вот он попался, который кусался. Прошло, я не знаю, три минуты наверно. Какой три минуты? Минута прошла. Минута. Вот, друзья, на первых двух местах не было сазанчика. Что-то лечь, лечь, лечь шел. Тут, бах, чувствую, что-то знакомое. Это сопротивление. Это сазанчика. Ну, небольшой, наверное, два с половиной, да? Ну, тут есть. Ну, классный, классно, вообще. Поборолся. А, и какой он жёл? Да. Полнечки какие. Всем привет с Астрахани. Попробуй на жереб. Плещется, да? Опа, есть. Мелочь какая-то. Подлец. Однако. Интересно. Пускаем. Блин, офига. Что же взял здесь коряжник? Хочу прям под коряй кинуть. Попробуем. Ох, красиво придут. Трансдаук. 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 Какая-то мелкая воллётка. Так. вот коряга коряги коряги пою я вышел 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 скорее да да . хорошенький да да ну я кинул смотри он под ту корягу он потух может прямо там стать и прямо с набросать в это ерик под корягой встать да как-то или что ух ребята вообще из коряг выдрать его конечно было нелегко но прикольно вот такой сазаневский попался ну это прям жирный тупу за ты смотрите поклевка была мощь мощно ух какой жирный и в коряги в коряги его оттуда прям вообще борьба эпичного прям туда туда под коряги я хорошо тут наверно три с половиной до хорошо ты прикольнулся короче рассказывали скир говорит ягод его помою и такой че отпустить прикольнулся и он ушел сейчас мы еще десяток поймаю обычные рыбаки говорят я как раз его хотел отпустить мы от 8 берем так в общем мы решили мы переехать встать вот здесь вот чтобы кидать вот сюда на корягу сейчас алискер как обычно заедет кусты обычно заедет в кусты поломает все спиннинги все заняли мы прям место где сазановый коряжник скажем потому что два сазана удалось поймать вот стали под тем же деревом дерево орлиное гнездо называется он ведь вот ну здесь за кусты зацепились вот а там уже течение вот можно им течение кидать но я кидаю вот прям сам карьер сам карьер весна это время коряжник так что коряжник давай сильнее еще пару рыжих напады так все давайте вообще вот этот класс даже даже припекает ветра нет он богу завел в корягу но на сауна я сошел уже ай блин ух так значит будет кидать чуть-чуть это блин жалко ну ну а может оторвал ух ребята вот это дал жару интересный момент был но главное что вы поняли что мы все правильно сделали руки трясутся ема но мне показал сначала что вроде как бы я смог его вытащить искорят а потом не он понял что ничего не смог ну вот насаживаю такой пучок вот крючок довольно крупный но вот большой пучок позволяет как подольше находиться насадки то есть пока мелочь тёргает гладает и и вот либо просто чулком одеваю и как бы тоже хорошо держится ну вот он как бы больше заметен больше запаха дает да 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 это хорошая поклевка в коряги в коряги пошел а у хорошие хорошие да в коряги не дать это ни хрена себе ни фига себе здесь вот такая вот это рыбалка на короткие здесь 6 да да ребят мечты мечты сбываются да да как он сопротивлялся это вообще что-то с чем-то просто еще в коряжниках пошел и какой как удержал варить и вот это монстр ну это конечно не такие крупные кажется для меня это просто рекорд таких сезонов я еще не ловил смотрите вообще сколько вот это ребят рыбалка это рыбалочка супер также помоем как ты прошлого помыл так фиксируем вес рекорда до черек ровно ровно 5 да да вот прям вовремя мы подошли вот коряжник нашли вот сначала не крупные сазанчики но потом все больше больше следующий восьмеру влупим опять коряжник до бьем вот это ребята окунь смотрите какой фига себе правда уже поймала к 1 кунка у нас даже в сибири вот такие окунь и за радость берем такого нормально как тормознули вот береговая охрана сейчас тормознули вот это вот как это называется баржа или что я на приемка рыбы вот и они вообще буксировали свой катер но заодно решили проверить законность перевозки рыбы это пограничники но у них есть все полномочия рыбинспекции вот так за ними мастер а чё такой мастер мастер 651 вот висит меркурий герада а что браконьеров ловить да мощь не убежишь от такого наверное да есть у браконьеров ему любая волна вообще он весит тонну мастер просто катер без мотора как шпаклевывать вобла такая вот незаконного размера так скажешь поймал вот такой вот воблу астрахан и вот здесь порезы это прямо от щуки что ли необычная но на сетку не похоже с одной стороны только судак да похоже на судака да и конечно отпускаем клюет клюет дербанит червя но мы как бы боремся переходим насаживаем насаживаем но иначе никак иначе никак птички поют классное место тихо ветра вообще не чувствуется даже вот сюда в коряги мы пытались вставать вообще задувает из ерик и с этой стороны а тут я вообще хорошо алискер поймал красноперку красота как красиво реально вообще планки такие яркие подрыть необычно так смотрится это у нее только брачный период такие красные не всегда класс вот видите вот вот кусты и вот сюда между коряку так раз и все ставим ждем так ну что продолжаем рыбачить хотел сказать что сазан перестал клевать и вот это коряги пошел я держу его никак что-то ну чё-то взяли вот сюда под кусты взял камеру расскажу что не клюет бак сразу же блин поклёвка не заснялась я камеру только убрал с удочек и ну ладно я чё это хотел сказать что мы тут чай пьем конфетки лопаем вот с червями иногда смотрите какой я попался красавец красавец ну сопротивляются они вообще просто кинул короче ну попробовал решил прям под кусту туда вот и он сразу же там вот так вот сазаневский были чешуя какая классная просто суперская рыба но борьба с ним особенно в коряги знаю что чуть дашь слабину он уйдет поэтому прям вообще очень эпично супер ну такой тоже 3d класс причем как только кидаешь новое место а как будто стоит на месте ты попадаешь под нос он берет но здесь видно как какие волны лодка так прыгает а нам еще потом как он залив или не море какой-то участок при проезжать вообще открытой там еще больше волны здесь продолжают этих промысловиков штрафовать видимо проверяется если нарушение либо нет то листер вот мы с тобой сейчас на рыбалке но в основном все заказывают здесь егерей так называемых до услуги егерей тоже бывают разные бывают кто работает на базах уже включительно бывает наемные егеря разница такого особо нету конечно но людям получается работать негде в деревне или что ну это получается у нас все таки как сезон работа так как рыбалка сезонная это весна осень в основном люди работают на правильных работах и также подрабатывают купили катер собрали как смогли ты подрабатывает на базах работы егер на самом деле совершенно непростая люди бывают абсолютно разные в основном люди приезжают разных городов на полисов червяна насадить показать рассказать приезжаешь на рыбное место показываешь все объясняешь бывает такое то что рыба не клеет давление например высокой сегодня погода не так понимаете но не клюет и потом целый день могут люди делать мозги бывает по-другому делать бывает по-другому то есть приезжают люди и ты становишься с ними друзьями на всю жизнь это работа на самом деле не просто ну ты бы хотел быть егерем если бы вот не промысел ты просто сейчас помогаешь отцу я так понимаю да да в православном а вообще как я вернул отдаю почему нет я бы был егерем универсальный я бы мог тебя проводить экскурсии в пром рыбаки рыбалки и также осенью на охоту ну а летом и другое время на рыбалку могу вывести в любое время главное ты говорил что базу хотел бы построить данного хотел бы конечно построить но нужный инвестор там нужны очень средства дедах у меня нет открыто говорить их нет если они появятся если кто-то будет интересен на этом плане в общем я хочу чего домик на воде и туда принимать туристов и драков он будет если что там перемещаться локацию сменить можно будет сменить локат и прям живешь на воде и тут же рыбачишь да да по бокам будет лодки выше спасибо красавка мыша у вас же мне тоже интерес поклевки здесь просто вот это сазан по-моему это сазан можно выключить камеру хороший какой-то запутал а нога пожгла чаем поклевки уже определяю его но ты дал вот это вот закинуться коряги закину вот это сазанчик из-под коряк то о кайф то половить прям супер эмоции борьба были вот он небольшой даже трех на нет но какой кайф вообще супер просто супер я начинаю привыкать уже к ним это ждал ска заглотил то сегодня ведь твой чернота рекорд рекорд теперь 8 килограмм нужно пучок сейчас побольше сделаю когда вываживаю снимается когда там такой лопать кажется что вообще же а вот раз поцак взял они там трешка нормально поэтому я так анализируют вчера наверно ну конечно не на восемь сорвался и так вот такой было оказалось что прям вообще очень вот валискира кстати нет поклевок сазанасеки скорее всего из-за того что пучок маленький делать я-то насаживаю сразу нормально видимо и иной как говорил что и мелочь дольше объедает и наверно запах лучше распространяется ну за сазана сазан карасю вообще хорошо chicken давайте хоть гладшут смотреть сел блин у меня это самое воду вот эти ну давай карась вырасти сазаном у нас ветерок стих это конечно с одной стороны хорошо а с другой стороны не очень потому что комар вылетел комар мелкий какой-то блин кусачий и когда кусает не чувствуешь а потом блин болит вот видите за вида нет комара прямо очень много так поклевок нет но продолжаем в коляже кидать но так вот в облак берет то есть три резкие резкие рывки то есть снимаешь потом а там все голые крючки иногда нек некоторые заглатывают в основном так подергает и еще не бросает вот подергала можно вытаскивать крючки голые насаживайте так вот целый день а чего читает крупняк сегодня мне достается о хорошего в облах о ребят траханского облах зачетного размера что кстати редкость очень много мелкой облах а то что надо это прям хорошие хорошие алискер еще показал как правильно сушить вялить и так далее я думаю получится вообще огонь вместо нет и то есть получите мошка и комары да не мошкаете когда уже вода воду вода ушла июнь июль август комары хорошенький весь вот такая в облах поклевывает тоже в облаке но к сожалению размер не наш бывает что черви заканчиваются да так ты их насаживают и горячих хотел вот есть короче дербанила вообще в облах тых 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 а потом росток у не такого нифера чё-то крючки видимо осталось и он решил доесть от после вобла такой нормальный стандарт друзья ну что на вот этом сознание заканчиваем рыбалку вот ветер раз тихо нормально пойдем сейчас до дома так скажем вот в целом рыбалка вообще получилось сначала клевали там подлещики к россии короче было тоже не скучно комары лазит когда он съел комара вот перекусил заодно в общем рыбалка огонь вот нашли место с такими корягами вот и здесь вот стояли сазаны удалось половить то все здорово все круто фух выдвигаемся домой класс рыбалка класс так но результаты я наверно когда все хорошо не знаю как в общем так это заправка да такая нанос так это заправка принципе все то же самое идешь туда окошко покупаешь бензин все заливаешь так мы достаем в общем нашу сетку где у нас они будем доставать и короче добавляем наш улов вот они вообще кайф просто меня аж сорвало с якоря просто рыбачу я минут наверно 20 это я не знаю сколько я это замерю это это мой рекорд реально конс образовал просто стоял на месте ему надо еще покидать вы посмотрите просто просто посмотрите просто посмотрите